Всем привет, с вами Стэймон, и это уже вторая часть нашего сезона Время Магии. Поехали! В прошлой части мы сделали себе сет железной брони и построили вот такой небольшой домик. Также мы нашли больше четырех или даже пяти вот таких башен, и я в этой части думаю уже одну из них зачетить. Думаю, вот эту вот, которая возле домика, и зачищу. Ну а пока нам нужна небольшая подготовка. Для начала мы все переплавим, но у нас уголь, всего лишь один уголь. Хех, надо идти за деревом, чтобы переплавить его в уголь. Также мне написал подписчик насчет мода Magic Kingdoms. Он пишет, в моде Magic Kingdoms сначала создай колдовской стол и палочку ученика. Найди триаду в любых лесных биомах и выполни ее задание для получения сердцевины, которую надо объединить на столе с другими ингредиентами для улучшения палочек. Итак, давайте сначала проверим, что такое колдовской стол. На русском нету. Давайте это Magic Table. Только есть от Blood Magic наука крови. Так, а как будет колдовство на английском? Witch Table. Да, Witch Table. И давайте же введем и проверим, есть ли действительно такое. Так, Witch Table нету, а просто если Witch, тоже нету. Ха, очень странно и непонятно. Ладно. Итак, 11 угля есть. Теперь мы ставим сюда и переплавляем железо. И также надо свинцовую руду тоже переплавить. Может в будущем данная руда пригодится, но я что-то не уверен в этом. Итак, берем побольше факелов. Точнее два, так, побольше всяких блоков. И отправляемся в башню. Вроде как первый этаж я зачистил. Нет, кстати, даже второй этаж не зачищал. Опа, зомби. Здрасте, со второго этажа видимо упали, да? Так, что же у нас здесь? А дубовые доски, семена пшеницы, тростник и палочки. Также лучше заделать всякие дырки, чтобы они не валились. Второй этажок. Угу, здесь также зомби, только чисто зомби. Кажись, это остался последний этаж, и там уже будет само чудовище. Да, последний этаж, и все. Все, я уже, если честно, устал убивать, копать, добывать, защищаться. Просто уже устал. Если мне сейчас так трудно, то я просто не представляю, насколько трудно мне будет сражаться с этим чудовищем. Ведь оно еще и взрывается, подрывает, и поэтому оно может легко задеть мой дом. Все, остались последние мобы, и больше мне никто доставать не будет. Вот все, последний этаж. Ой, нет! Разрушается башня! Бежим! Вода, пожалуйста, я допрыгну. Допрыгну, допрыгну, допрыгну! Он же разрушил все сундуки, ё-моё! О, ты спрыгнул! О, высекатель, молния, режим, один выстрел. Вот это уже что-то интересное. Так. Где ты, козел? Офигеть! А, пассив урон! Блин, это же имба! Просто имбейшая имба! О-о-о! Вот это вот уже круто! Так, надо мусор выбросить. Это спаунеры, которые мне нафиг нужны смерть. Это вот, потому что нам булыжник, ступеньки, точнее, не нужны. Палочки, кнопочки, саженцы, грибочки. А все остальное мы должны собрать. Так. Все, он умер. Ай, я сам себя! Ай! Вода водится! Ага. Ой, ну, наконец-то я зачистил эту башню. Так, давайте же посмотрим, что у меня вообще есть. Это кольчужные ботинки, которые не особо важны. Безымянная вещь. Улучшает механизм и увеличивает хранилище энергии и скорость. Ага. Так, это на что? Ночные ягоды. Их можно кушать. Так, а, сейчас я покушать не могу. Так, и также деревянная шестерня из мода Эндерию. Ох, ладно, сложим все по сундукам. Также мне надо сделать уже нормальные сундуки. Железные, хорошие. Но для этого... А, вот, дерево есть, а я уже думал, что придется идти за деревом. Создаем три сундука и облепливаем их железом. Создаем, и все, наконец-то. Я уже могу сложить нормально вещи. Так, 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 так. И также один сундучок. Думаю, это мне уже нафиг не нужен, поэтому я сюда положу железный сундук. Вообще, я поставлю железный сундук. И по-быстренькому давайте я, наверное, зачищу ее. Это все с помощью монтажа. Так, раз, два, три. Вроде бы я полностью зачистил. Ну, там, может, один этаж еще остался. И я слышал, как он начал разрушать все подряд. Гигант. Так, а где пауки они провалились? О, там какой-то еще посох. Посох возвышенный. Телепортируйте себя из другого существа до ближайшей поверхности выше. Нормально. Прикольно. Вообще, люблю. Офигеть. Вы шутите? Он пыльнул именно сюда? О, боже. Ё-моё. И ресурсы все в этом сундуке были. Понимаю, понимаю. Окей, перестройка дома тогда у нас будет. Вот я отстроил свой дом. Пока что он выглядит вот так. Да, я его увеличил в длину, потому что мне было слишком мало места. Также сделал в каждой стороне выход, чтобы я не обегал так со стороны, а сразу вышел, куда мне надо. Также мне надо сделать новую броню и рассортировать все по сундукам. Для этого мне нужна табличка. И давайте вот здесь у нас будет, например, драгоценности. Все, теперь у нас здесь будут только одни драгоценности. Такие, как алмазы, железо и так далее. Но из всего ценного остался только свинцовый слиток, золотой слиток и железный слиток. Также ненужный мусор не надо выбросить. Такие, как каменная плита, дубовая плита, потом вот эти все информации о смерти. Далее семена вербены, что? Так, ладно, мы это оставим. Сломанный спаунер, ну, думаю, оставим. Ладно, паучий глаз выкидываем, гнилую плоть, пузырек выкидываем, пока нам не нужен. Чернильный мешок, цветочки эти все. Нам это все не надо. Да, а весь ненужный мусор мы оставим в башне. Так, я не спросил, а сейчас дома я хочу проверить, как крафтится волшебная палочка. Я посмотрел, но надо проверить именно. Для этого нам нужна будет одна палочка, один алмаз и один золотой слиток. Мы соединяем вот таким вот образом это все. И по сути должна получиться волшебная палочка новичка. И шо же мы с ней можем? Ух ты! Так, ясно, а мы что-нибудь можем с ней сделать? Нет, сейчас мы с этим ни с чего не можем сделать. Также для этой волшебной палочки нам нужен специальный стол, к которому я уже подготовился. Он делается следующим образом. Четыре дуба по краю, далее одна книжная полка сюда и две дубовые плиты. И создается дубовый подиум. Хм, шо-то интересное. Давайте поставим его сюда и волшебной палочкой нажмем. А просто? Ммм, понятно. Так, давайте вынесем это на улицу и поставим этот дубовый подиум сюда. Ничего не происходит. Берем волшебную палочку и тоже ничего не происходит. Так, может надо какую-то энергию взять, я не знаю. Так, что я еще узнал от этого мода? То, что для начала нам надо либо создать снежного голема, либо обычного голема, либо сварить зелье. Чтобы получить небольшую магию, так скажем. Но ни одного, ни другого я пока сделать не могу, потому что мне нужна тыква. Я сейчас создаю обычного голема, железного. Но для этого, как говорю, нужна тыква. Далее со мной появится какой-то феникс, которым надо нажать правой кнопкой мыши. Я просто не понимаю, где взять эти сраные тыквы. Серьезно? Так, добываем и сваливаем. Так, все, где-то здесь мы и создадим железного голема. А, еще один железный блок. Понятно. Так, ну ладно, давайте быстренько создаем. И ставим обратно этот блок. И создаем голема. Опа, провисло. О, феникс! И действительно появился. Стеймон достиг цели. Три закона големотехники. Создатель железного голема для обороны деревни. И получил достижение друг человека. Прилучите животное. Так, давайте нажмем правой кнопкой мыши. И выдана книга основы магии. Так вот, как она выдается. Так, а ты все еще не улетаешь, да? Или где-то тут, чувак? Нажимаем правой кнопкой мыши и читаем. Добро пожаловать на наш курс для начинающих магов. В хорошо подготовленной сумке фокусника находятся самые разные замечательные инструкции. Амулеты, волшебные палочки и зелье. Этот скромный гид проинструктирует вас о создании и использовании волшебной палочки. А также предоставит важную информацию для мага-ученика. Давайте начнем с простой концепции. Все живые существа содержат в себе определенную степень магии. Энергию, тесно связанную с их жизненной силой. Эта энергия называется мана, которую маг использует. Когда он произносит заклинание с помощью волшебной палочки, это энергия, которая высвобождается из предметов, когда они варятся. Так, мана и волшебство. В то время, как другие виды магии в других странах могут быть получены из мира или других внешних сил. Мана мага тесно связана с ним. Она находится внутри них и является их частью. По мере того, как маг получает больше магического опыта, он может увеличить свой объем маны, скорость, с которой он может ее восстановить. На уровне 1 маг имеет емкость около 120 маны и пассивную скорость генерации маны около 1 маны каждые 2 секунды. Я нифига не понимаю, можно мне, пожалуйста, крафт? Вот, это волшебная палочка мы сделали. Стол этот сделали. Итак, минимальный уровень меня за одно использование. Что? Это заклинание создает небольшой визуальный и слуховой эффект, который используется учениками магов, чтобы быстро понять работу с магией. А, работу магии. С практикой маг может увеличить свой магический опыт на 10 пунктов. Огненные шары. Это заклинание создает огненный снаряд, который затем выстреливает со стороны заклинателя в том направлении, куда он смотрит. Эти огненные снаряды очень похожи на огненные шары, выстреливаемые и фритами. Они могут нанести небольшое количество повреждений, поджечь легкие объекты и воспоминять блоки при ударе. Так, я ничего не пойму, можно мне, пожалуйста, как именно здесь делать это все? Я сейчас ничего совершенно не понимаю, так как мой мозг сильно нагружен. И я думаю, что основы магии и вообще все, что связано с магией, мы познаем уже в следующей серии. Что же, ребят, всем спасибо за просмотр, с вами был Стейман. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Что же, всем пока.